Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. За последние сутки выявлено 120 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в городе Якутске зарегистрировано 80 случаев. В Алданском, Мегино-Кангаласском, Улусах 7 случаев, в Верхневилюйском, Мирнинском по 5 случаев, в Нюрнгринском 4. Отдельные случаи зарегистрированы в ряде районов Республики. Информация соответствующая будет дана и дается именно непосредственно через оперативный штаб Республики. Необходимо обратить внимание на то, что за последние выходные осложнилась ситуация в ряде районов. Так и сложнилась ситуация в Алданском районе, в котором медиками были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции в удаленном населенном внутри села Кутана. Необходимо обратить внимание, что оперативно были приняты все меры, направлена ковид-бригада. На настоящий момент данный населенный пункт включает в себя 600 с лишним человек. В населенном пункте находится врачебная амбулатория. И сегодня в течение дня туда будет направлена дополнительная медицинская бригада. И необходимо обратить внимание, что вместе с ковид-бригадой в сам населенный пункт прилетели и те, кто оказывает медицинскую помощь, были вывезены тяжелобольные, ну и, соответственно, обеспечены лекарственными средствами. В полном объеме ситуация находится под контролем. Впервые за все время выявились подозрительные случаи в Момском Улусе. Я думаю, что гражданам не нужно сильно нервничать, переживать. Оба случая также выявлены медиками. Медиками они связаны с ситуациями заболеваний возрастных жителей республики, у которых выявилось непосредственно двухстороннее пневмоние. Поэтому все меры, оказывается, продолжает работать в том числе и санитарная авиация. Отдельные населенные пункты находятся на особом контроле. Так на контроле находятся ситуации в Нижнем Бестяхе, так как в таком вот центре, значит, на таком транспортном центре развязки республики Саха-Якутия, в котором, значит, на прошлой неделе мы закончили увеличение количества коек. И, соответственно, по информации главного врача Мигиноконгаласской центральной больницы, достаточно четко идет отслеживание амбулаторных больных. Ну и, конечно же, все больные, где бы они ни находились, от Амикония до Якутска, все мы им сегодня желаем выздоровления. За сутки у нас работала непосредственно лаборатория, а в выходные дни все лаборатории работали. Было проведено 4000 исследований. Ну и сегодня у нас порядка 530 тысяч тестов вообще в целом по республике проведено. Только что состоялось заседание суженного оперативного штаба под руководством главы республики Саха-Якутия Айсен Сергеевича Николаева, на котором было принято решение, будет доведено оно именно решение оперативного штаба о необходимости направления на удаленный режим работы, соответственно, работников бюджетной сферы. Значит, органы местного самоуправления относительно муниципальных учреждений и Министерство труда и социального развития республики Саха-Якутия относительно республиканских учреждений с завтрашнего дня начнет проверку количества людей, направленных на удаленный режим. Удаленный режим работы не распространяется среди республиканских учреждений только на учреждения здравоохранения и учреждения образования, там, где непосредственно работает очная форма работы. Кроме того, за главой задачи поставлена работа и привлечение к ответственности тех работодателей, которые должны были направить граждан, достигших 65 лет, значит, на удаленный режим работы, либо же, значит, на больничный, либо предоставить иной порядок работы. Поэтому сегодня ситуация такова, что на наших койках, а их количество, в том числе и для тяжелых, сегодня в городе Якутске мы увеличиваем. И, соответственно, значит, в основном находятся лица пожилого возраста. Поэтому еще раз берегите своих взрослых, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию.